Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Алматы. Я, Рамина Макаримова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях этого дня. Но сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Гонщикам тут не место. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры. Полицейские разъяснили новые ограничения скорости передвижения по Алматы. До минус сорока на севере Казахстана сохранятся морозы. В ряде регионов закрывают дороги, отменяют занятия и запускают акции добра. О последствиях аномальных холодов из столицы Ильзат Акчурин. Нужен ли Казахстан четвертый НПЗ? Благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лак. Канад Бозумбаев поставил точку в дискуссиях. В Алматы открылись новые дополнительные катки при торговых центрах. Какие услуги они предлагают и кого можно встретить на площадках, знает Жанна Хабдулхабар. Сотовый телефон, его можно использовать и в противоправных действиях. Грозит ли казахстанцам тотальное отключение связи с нового года? Начнем выпуск с кадровых перестановок. Оскар Жумагалеев назначен заместителем премьера, министром обороны и аэрокосмической промышленности. Покинувший это ведомство Бейбута Тамколов, стал министром иностранных дел. А Женес Касымбек возглавил новое министерство индустрии и инфраструктурного развития. Все назначения утверждены указом президента. Еще один министр, Канат Базумбаев, сегодня поставил точку в дискуссиях касательно строительства 4-го НПЗ. Действующих заводов в стране хватает. Потребности местного рынка удовлетворены. Потому, заявил глава Минэнерго, новые нефтеперерабатывающие предприятия строить не будут. К тому же топливом запаслись настолько, что хватит на весь следующий год. Еще и останется порядка 500 тысяч тонн дистоплива, если коммунальный транспорт переведут на газ. В будущем, уточнил Базумбаев, в Казахстану все-таки понадобится дополнительный завод по переработке сырья. Например, в случае повышения спроса на нефтепродукты до 10,5 миллионов тонн в год. Четвертый НПЗ пока строится не будет. Почему? Потому что Казмогаз заказал и привлек две мировые компании под руководством рабочей группы Минэнерго, где возглавляла. И нам доложилось, и мы руководство страны и правительство тоже уже доложились о том, что если благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лак до 26-27 года точно, то это где-то до 30-го года, но новые мощности для внутреннего рынка не будут нужны. Невыгодно сейчас появление в Казахстане из завода по производству зимнего дизеля, поскольку спрос на этот вид топлива есть только в декабре и январе. К слову, в новом году казахстанский бензин начнет покупать Кыргызстан. В планах также экспортировать авиакеросин. Ну а на вывоз дизеля пока будет действовать запрет. До конца года, добавил министр, Казахстан добудет рекордное количество нефти. По оперативным данным, добыча нефти составит в 2018 году 90,3 миллиона тонн. Это рекорд, которого не было. Практически это будет 104,7%, если сравнивать с 2017 годом. Напомню, там 86,2 миллиона тонн побочи было. Добыча нефти по трем крупным проектам составит около 54 миллионов тонн, в том числе на месторождении Кашаган, 13,2 миллиона тонн. Морозы, исковавшие большую часть страны, синоптики назвали аномальными. В ряде регионов до сих пор перекрыты дороги, отменены занятия и запущены акции добра. Прямо сейчас этот материал готовится к выходу в эфир. Его мы вам покажем чуть позже, пока перейдем к другим темам. Первая государственная художественная галерея открылась в Алматы. Это творческая площадка, которая поможет раскрыть таланты молодых художников Казахстана. По словам организаторов, она станет культурной платформой, объединившей мобильное и академическое выставочное пространство. Первой экспозицией стала выставка «Номадическое сердце» Санжара и Жанель Жубановых. Магия звездной графики, мирно-мадической поэзии, гравированные рисунки на камне и портреты яблочного города – все это просто поражает воображение. Философия кочевников и умение видеть прекрасное в людях и окружающем мире. Работы словно наполнены светом. Выставка отца и дочери Жубановых стала первой на открывшейся площадке галереи Алматы. Если смотреть на живопись, то это дети, которые живут здесь в городе Алматы, со своими родителями, посещают уроки рисования. Это ученики Жанель. А гравюры на камнях – это древние петроглифы тюркского и сакского периода, разбросанные по всей территории Великой степи, но выполненные здесь собственноручно. Галерея Алматы – первая государственная площадка, где молодые таланты могут поделиться своим творчеством не только с жителями, но и гостями города. Культурный центр станет местом притяжения горожан, где созданы условия для развития искусства и духовного обогащения. Алматы – город, которому есть чем гордиться. Мегаполис по праву называют центром национальной школы живописи Казахстана. Алматы – это сегодня магнит региональной Центральной Азии. Я думаю, для нас очень важно заявить о себе громко во весь рост, потому что у нас есть потенциал, есть чем гордиться. Но наша задача – создавать соответствующую инфраструктуру. Вы знаете, мы буквально недавно открыли региональный хаб ООН, у нас 14 специализированные организации. Мы хотим добиться, чтобы Алматы получил официальный статус региона хаб ООН, как Париж, как Женева, как Бангкок, как Стамбул. Соответственно, это будет развивать майс деловой туризм. А известно, там, где есть бизнес, там всегда востребовано искусство. Так оно формировалось в Европе и в других странах. Государственная галерея станет местом проведения встреч любимым досуговым центром. Молодые художники смогут себя проявить, маститые, поделиться мастерством, поддержать преемственность поколений. Все стенды и экспозиции мобильные, говорит руководитель галереи Кристина Бекмурзаева. Это позволит максимально расширить возможности под любого художника. Галерея Алматы в будущем – это культурная площадка, которая будет объединять в себе разные виды искусства. И это будет не просто выставочная зона, но и зона, где люди будут общаться, будет происходить синергия, будут приходить разные представители культуры, которые будут здесь объединяться и рождать новые проекты. Мы бы хотели, чтобы здесь была зона мастер-классов. Здесь планируется открытие магазина сувенирной продукции для того, чтобы привлекать сюда туристов. Экспозиции будут меняться ежемесячно. Вход свободный и не предусматривает ни возрастных ограничений, ни ограничений по времени. Выставка Санжара и Жанны Льжубановых на «Мадическое сердце» продлится до 20 января. Ценители искусства утверждают, что это достойный старт хорошему начинанию, где главная цель – духовное обновление. Салтана Шурай, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Это новости на телеканале Алматы. Продолжаем выпуск. А сейчас вернемся к морозам, сковавшим большую часть страны. Их, напомню, синоптики назвали аномальными. В ряде регионов до сих пор перекрыты дороги, отменены занятия и запущены акции добра. Последствия холодов в материале Элизата Акчурина. В сильный мороз по центру города водитель кабриолета удивил многих и даже попозировал окружающим. В такую стужу жители столицы забавляются не впервой. Днем ранее – масштабный марафон в 30-ти градусный холод. Некоторые участники даже бежали топ-лес. С таким позитивом непогоду встречают жители столицы, видимо, привыкшие к морозам. Я живу уже в Астане 20 лет, эта погода меня во всем устраивает. Надо меняться изнутри, если будет внутри тепло, и будет окружающим тепло тоже. Жизнь прекрасна. Ну, сейчас свое транспортное средство оставил на стоянке. Решил прийти с пешком, сегодня немножко мороз поменьше, чем вчера. Ничего, ну на автобусе наблюдаю, вроде ездят, вроде ездят. Сам не пользуюсь в зимнее время, ну, вроде как то же самое, что было. В морозном плену за два последних дня оказался весь север страны. Местами похолодало до минус 35. В нескольких регионах ограничили движение. С автодорог спасатели и полицейские эвакуировали 145 человек. Никто не пострадал. В городах школьников отправили на вынужденные каникулы и запустили акцию помощи. В Павлодаре прозывали бесплатно подвозить людей. В Астане до позднего вечера дежурили автобусы, чтобы люди не замерзли на остановках. Эти автобусы располагались вблизи остановок, для того, чтобы люди, ожидая свой маршрут, могли там погреться, чтобы не замерзли. То есть в открытых остановках, в такую погоду достаточно актуально. С 4 до 12 часов дежурные автобусы принимали пассажиров, то есть там погрелись они и спокойно уезжали потом на своих маршрутах. Большие хлопоты непогода доставила и столичным водителям. Завести в такой мороз машину непросто. Без помощи специалистов не обойтись. Только в один автосервис за день обратилось 20 человек. За неделю две сотни автолюбителей. Автомашины приходилось бросать прямо во дворах, либо у обочины. На самом деле звонков и запросов очень много. Но физически не успеваем, конечно, всем помочь. Поэтому где-то 15-20 машин в день. Не обошлось и без коммунальных аварий. В Караганде из-за дефекта на трубопроводе тепломагистрали без тепла остались 144 многоэтажки. Спустя сутки в домах появилось отопление. После случившегося всем тепловикам поручили круглосуточно следить за объектами теплоснабжения. Работы по контролю за теплогидрическим режимом ведутся вообще круглосуточно с самого начала отопительного сезона. И, конечно же, усиливаются по мере наступления холодной пятидневки. Здесь уже во время холодной пятидневки наш коллектив круглосуточно, включая руководство, находится на рабочих местах для того, чтобы обеспечить всех потребителей теплом. Наша задача – удержать теплогидрический режим в заданных параметрах. К концу недели морозы спадут, сообщили в КАЗ «Гидрометия». Сначала начнет теплеть на западе страны, но на востоке сохранятся снегопады, метели, сильный ветер и гололед. Ильзат Акчурин, Урлан Утигенов, телеканал Алматы, Астана. Добавлю, в шести регионах объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда. В ближайшие сутки в Казалардинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской и Западно-Газастанской областях ожидается метель, туман, порывистый ветер до 22 метров в секунду. Тем временем дело алматинца, подозреваемого в избиении собственного сына, дошло до суда. 33-летнего Мурата Аскароглэ сначала обвиняли в вымышленном причинении вреда здоровью. Теперь же переквалифицировали на более тяжкую статью – покушение на убийство. За это грозит до 20 лет тюрьмы. Следующее заседание суда назначено на пятницу. Напомню, инцидент произошел почти полгода назад. Четырехлетнего ребенка в бессознательном состоянии с травмами нашли прохожие недалеко от Восточной обездной дороги. Изначально следствие считало, что его сбила машина, но позже выяснились шокирующие подробности. В поле зрения следствия попал отец мальчика. Родные пострадавшего эту версию до сих пор категорически отвергают. И к другим событиям в стране. Тотального отключения связи с 1 января не будет, но можно лишиться телефона. Как пояснили в Министерстве информации, если человек попытается поставить свою сим-карту в незарегистрированный мобильник, связь работать не будет. В целом же регистрация имей-кодов производится в целях защиты, а не для слежки за казахстанцами, наставят эксперты. Сбор данных, в частности ИИН, необходим для привязки к телефону и сим-карте. Такой метод поможет в случае кражи оперативно отследить гаджет. То есть нововведение позволит легализовать все мобильные устройства казахстанцев. По данным МВД, только в уходящем году похищено 38 тысяч телефонов, и далеко не все из них вернулись к владельцам. Сотовый телефон, его можно использовать и в противоправных действиях или деяниях, как сказать. Его, допустим, если у вас украдут, да, вы куда идете? Вы идете в МВД, пишете заявление. Сотрудники МВД потом начинают следственные мероприятия для того, чтобы найти этот телефон. Вот регистрация, она существенно облечит им поиск такого телефона. Кроме того, с запуском данной системы станет невозможным использование краденого телефона, не зная учетной записи. То есть не зная, на кого он зарегистрирован. Зарегистрировать мобильные телефоны, модемы, планшеты, умные часы и прочие устройства казахстанцы должны до 1 января. В частности, необходимо предоставить операторам сотовые связи имей-коды своих мобильников, набрать определенную комбинацию или отправить смс-сообщение. К новшествам придется привыкнуть и алматинским автолюбителям. Для начала сбавить скорость. С 15 января сразу на трех оживленных магистралях города ведут ограничения до 60 километров. Ездить на порядок медленнее нужно будет по улице Сайна, проспекту Аль-Фараби и восточной объездной дороге. Сейчас, напомню, максимально допустимая скорость передвижения там равняется 80 километрам в час. В полиции уверены, что новый порог позволит снизить смертность на дорогах. С января 2018 года в городе Алматы погиб 121 человек. То есть каждые три дня на дорогах города Алматы погибает один человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости – один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах. Также полицейские утверждают, что снижение скорости движения до 60 километров увеличит время в пути всего на две минуты. В поддержку нововведения также приводят опыт БРТ. Ограниченная скорость передвижения авто позволила сократить на этом участке количество ДТП сразу на треть. Кстати, штрафовать на упомянутых участках начнут сразу же, то есть с 15 января. Доходы казахстанцев за год выросли на 10% и превысили 160 тысяч тенге в месяц. В среднем за последние пять лет прибыль увеличивается на 8% год к году. Больше всего поступлений получают алматинцы. В среднем 226 тысяч тенге. В тройку регионов с высокими доходами вошли Астана и Мангиставская область. Столичный показатель немного не дотягивает Далматинского – 218 тысяч. А в западном регионе цифра не превышает 200 тысяч. Меньше всего дивидендов у жителей южных областей. В Казлардинской – 126 тысяч. Еще меньше в Жамбылской – наименьшая сумма доходов в Туркестанской области – 100 тысяч тенге. Основной источник, разумеется, зарплата. В среднем казахстанцы зарабатывают 118 тысяч тенге. Пенсии за год увеличились на 23% и составили 30 тысяч. Материальная помощь родных и выплаты по алиментам не так высоки – всего 4,5 тысячи. Впрочем, по пособиям средняя цифра такая же. Эти данные предоставили коллеги с портала finprom.kz. Совсем немного придется раскошелиться любителям активного отдыха. Возле алматинских торговых центров открылись новые катки. Вход со своими коньками разрешен, можно взять и на прокат по действительно приемлемым ценам. Доступны также фудкорты и ярмарки ремесленников. Всего 10 ледовых коробок дарят отличное настроение. Жанна Хабдулхабар убедилась лично. Для певца Турара Рахимберлина привычнее стоять с микрофоном в студии или снимать клипы на своей песне. Артист признается, вдохновение черпает, занимаясь спортом. Любимый вид – катание на коньках. Налет молодой человек стал еще в детстве, потому зиму ждет с нетерпением. Признается, раньше каждые выходные приходил собираться на Медеу. В этом сезоне ледовые коробки стали ближе. Все свободное время Турар отныне проводит именно здесь. Я рад, что у нас в городе такая инициатива зародилась, и действительно это развивается. Я вижу очень много дороги, особенно на Белке, на Атакенте. Здесь вот тоже мы сейчас находимся. Во-первых, здесь районы красивые, да? Все так красиво, все построено. И мне кажется, когда вечером все это светится, тоже классно. Но здесь я вот второй, по-моему, раз. Вместо того, чтобы где-то лазить, они будут кататься, развиваться. Молодежь будет занята каким-то хоть спортом, да? И мне кажется, и цены такие довольно-таки демократичные, адекватные. Платные катки открылись у торговых центров. Всего их четыре. На пересечении Назарбаева-Желдоспекова, Абая-Алтенсарина, в Турксибском районе Умарта и близ Мегапарка. На каждой точке организован фудкорт и ярмарка ремесленников. Сотрудничество управления предпринимательства и бизнеса принесло пользу алматинцам и гостям города. Мы оказываем всяческую помощь, всю необходимую по подведению инфраструктуры, то есть света, воды, определению мощностей. Потом, скажем, по вывозу того же снега, когда бывает снегопад. Здесь необходима какая-то большая спецтехника, которую мы предоставляем. И за счет, скажем так, Акимата данные работы проводятся. Прокат коньков стоит от 500 тенге, вход на каток столько же. А для пенсионеров и детей до пяти лет и вовсе забавы бесплатные. Работают ледовые коробки с 11 утра и до 22 часов. Продлится сезон активного отдыха до конца февраля. Часто смотрю, даже я был в спортивных магазинах, не часто бываю, и там очень много выкупают коньки, молодежь, и дети, взрослые. И мне кажется, если это будет такая тенденция продолжаться, однозначно будут люди кататься. Этой зимой в Алматы катание на коньках стало любимой и самой популярной забавой. На лед встали и стар, и млад. Условия для развития спорта город предоставляет жителю каждого района. Помимо платных ледовых коробок, у торгового центра в начале зимы запущены пять бесплатных точек. Жанна Хаблухобарышев, Жигуралиев, телеканал Алматы. Жизнь после разрушительного цунами. Индонезия потихоньку приходит в себя после очередного удара стихии. Число жертв продолжает расти. Военные, полиции и спасатели прочесывают 100-километровый участок вдоль побережья. Работают и с помощью тяжелой техники, и голыми руками. «По свежим данным, 429 человек погибли, 1485 пострадали, 154 человека числятся пропавшими без вести, и 16082 человека нуждаются в крыше над головой». Цунами высотой в пять метров хлынуло в Зонский пролив вечером 22 декабря. Его спровоцировало извержение вулкана Анак-Кракатау. «В тот момент, когда нахлынуло цунами, там было много туристических и других групп людей. У Индонезии нет системы раннего оповещения о цунами, вызванных подводными оползнями и извержениями вулканов. Поэтому всё прошло неожиданно. У людей не было возможности эвакуироваться». «По всей стране развернуты временные места ночлега. К примеру, на этом стадионе для мини-футбола разместились более тысячи, оставшихся без крова. Волонтёры готовят еду, а для детей организовали развлекательную программу». «Я здесь в субботы. Из-за этого бедствия оставаться дома очень страшно. Мой дом не пострадал, но мой киоск на побережье разрушен. Останусь пока здесь, потому что мне страшно. Подожду, когда власти скажут, что обстановка полностью безопасная». Индонезию можно назвать одной из самых невезучих стран уходящего года. Здесь происходили землетрясения, наводнения, извергались вулканы, затонуло несколько судов с пассажирами, также пожары, теракты и крушение пассажирского самолёта. Все эти бедствия в целом унесли жизни более 8300 человек. И к другим событиям в мире. Российские учёные описали новый вид динозавра, который называется «Волготитан симбирский». Его кости обнаружили 36 лет назад на берегу Волги. Удалось найти не просто позвонки, говорят исследователи, а целый комплекс – крестовые части, хвостовые. Благодаря повторному анализу удалось определить, что кости принадлежат новому таксону титанозавров. При жизни длина ящера достигала 30 метров. Голову он смог бы дотянуться до крыши пятиэтажного дома. Населял он землю 120-150 миллионов лет назад. Это время, когда территорию европейской части России покрывало Нижнемеловое море. И, в общем-то, сравнительно тёплое. Это время, когда господствовали динозавры, причём крупные брахиозавры. В европейской части России учёным никогда раньше не попадались кости динозавров. Ранее считалось, что эти виды обитали преимущественно в Южной Америке и лишь после появились в северной части – Европе и Азии. Каждый год, особенно после сильного какого-нибудь шторма, береговая полоса начинает активно размываться. Всё, что мы здесь видим, вот мы находимся сейчас на обрыве Волжского берега, это всё постоянно обрушается. Соответственно, всё попадает вниз. Такими событиями запомнился сегодняшний день. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин